Вор в законе Улан Токтасунов, Сакал Киргизия, государство, в котором никогда не было особенно много воров в законе. Хотя, конечно, организованная преступность и криминальные авторитеты возникали и тут, подтверждением чему служит Улан Акмолдович Токтасунов, один из них. Молодые годы вора родился будущий вор в законе в 1978 году, 3 июня, в маленьком селе Каракашид в Таласко области Кыргызстана. Был он несколько раз суден, но эти дела не были резонансными, так как тогда он не состоял ни в какой опке и не имел авторитета. Трижды Улан привлекался по уголовной ответственности по статье за хулиганство. Был также суден за невыплату алиментов на содержание его первого ребенка, а еще за неисполнение ранее вынесенного решения суда, о тех самых алиментах, то есть платить их гражданин Токтасунов так и не стал. Интересно при этом, что Улан Токтасунов занимался не только своей хулиганской деятельностью, но и боксом, и даже успел стать мастером спорта, чего не скрывал. Коронация, которая могла быть фиктивной в октябре 2014 года в Турции состоялась воровская сходка, где киргизскому криминальному авторитету присвоили статус вора в законе. Ворами, которые выдвинули Токтасунова на коронацию, были Тимур Саратовский и Жора Ташкентский. Однако в МВД Киргизии опровергали появление нового законника в стране. Дескать, сходка действительно была, но Токтасунова, известного под прозвищем Сакал, там не короновали, это лишь слухи. Российская МВД эти слухи тоже подтвердила. Но удивительно вовсе не это, а то, что гораздо позже, пребывая под следствием по делу об убийстве, Улан-Токтасунов фактически сам отказался от своего статуса, ведь публичное заявление вора о том, что он не вор в законе, приравнивается к отказу от воровского титула. Сакал заявил, что он не вор, что не был коронован и что он вообще не знает понятия вор в законе. Вот, например, цитата, которую ему приписывают, «Я не король, чтобы меня короновать». Также он стал отказываться от ранее произнесенных им же слов о том, что он все-таки вор, ему предъявили соответствующую видеозапись. Однако это может быть и прямым подтверждением версии, что Сакал и не был тогда в Турции коронован, так что ничем не рисковал, отрицая это публично. Конечно, особенно комично звучали при этом его попытки оправдать свое присутствие на совместных с другими законниками фотографиях, сделанных в период его пребывания в Турции. Токтасунов заявил правоохранителям, что не имеет ни малейшего понятия, кто все эти люди, что он случайно оказался в их обществе, а сфотографироваться с ними попросил владелец турецкого отеля, где Улан жил на тот момент. Разумеется, эта версия не выдерживает ни малейшей критики. Опку Лана Токтасунова начиналось все с того, что в конце 90-х, начале нулевых годов, Токтасунов стал одним из лидеров организованной преступности в Бишкеке. Он собрал собственный опк, но действовал под покровительством более влиятельного авторитета Алмаза Бакушева. Занималась опк преимущественно контрабандой, иногда разбойми. В 2011 году Улан покинул Киргизию, отправившись сначала в Москву, а затем в Турцию, где пробыл вплоть до конца 2015 года. В 2016 году его осудили на длительный срок, но группировка не перестала существовать, сейчас ею непосредственно руководит один из починенных Сокала. Бандиты занимаются грабежами, разбоями и вымогательством. Возвращение в Киргизию и тот самый срок за убийство 27 апреля 2015 года в Бишкеке был застрелен некто Домирбек Сапарбиков. Это по сути была классическая бандитская разборка, Сапарбиков состоял в опк Камч и Кальбаева, враждующий с опк Токтасунова. Сам Сакал это убийство точно не совершал, на тот момент он был в Турции, но было доказано, что киллер состоял в его группировке, и по телефону получил распоряжение от Токтасунова на счет этого убийства. Улана признали заказчиком убийства и в мае 2015 объявили в розыск. А в декабре 2015 года он сам прилетел в Бишкек, из Турции и он летел через Москву, и был задержан прямо в аэропорту Манас. Фактически, это означало, что вор сдался правоохранителем. Правда, во время следствия и на суде он до последнего отрицал свою виновность. За это преступление в декабре 2016 года Первомайский райсуд город Бишкека присудил Токтасунову 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также были осуждены на разные сроки его подельники, члены ОПК, и непосредственный киллер. Бесполезная голодовка. В апреле 2017 года Сокал объявил голодовку. Его требованием было переведение его в СИЗО одном столице, Бишкека, из СИЗО 24 в Нарыне. За это публично ратовала его супруга, поскольку Нарын далеко от Бишкека, и ей далеко и проблематично ездить на свидание к мужу, оставляя их троих детей на время поездок. Официальными причинами перевести Уланов в СИЗО Бишкека могло считаться также и то, что он прописан в Бишкеке, что его дело рассматривал суд Бишкека, и преступление, за которое его судили, совершено там же. Однако есть и неофициальная версия того, зачем вор Столериана добивался своего перевода. Дело в том, что если бы он в статусе законника попал в главные СИЗО страны в столице, то мог бы получить там воровскую власть, стат смотрящим. Возможно, с расчетом на это он и приехал добровольно из Турции на родину, даже зная, что его будут судить и наверняка посадят. Впрочем, требования о переводе все равно удовлетворено не было и токтасунов остался отбывать срок в Нарыне, прекратив голодовку. Возможность пересмотра дела Сакала в начале 2019 года в Кыргызстане вступила в действие новая редакция Уголовного кодекса. С учетом внесенных изменений для многих преступников появился шанс нового рассмотрения их дел. Суды обязали пересмотреть большое количество решений по самым разным ранее рассмотренным делам. По этой причине городской суд город Бишкека будет пересматривать дело Улана Токтасунова. Соответствующие документы еще в феврале 2019 года были переданы из колонии в Нарынской области, где криминальный авторитет ныне отбывает наказание. Есть предположение, что при пересмотре дела Улан может даже выйти на свободу. Однако на сегодняшний день суд еще не приступал к рассмотрению и Сакал по-прежнему находится в СИЗО. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.